Нам хотелось бы, чтобы наш чистотные слова отражал какую-то реальность. Отражал бы это русский язык, например, в каком-то высоком смысле этого слова, что это значит непонятно. Потому что мы можем собрать все тексты из какой-нибудь газеты, мы можем собрать художественные тексты, изданные в таком-то издаче, в таком-то газете, но узнать про русский язык вообще оказывается довольно сложно. Ну вот, какой простой пример. Вот я взял такой корпус, например, миллион шестьсот тысяч словов, в котором встречается 147 тысячи разных слов и построил для него шестокий список. И дальше я нашел в нем слова, которые встречаются в 29. Из них слово обнаружилось примерно двести соток. Вот, в частности, одно из этих слов, если я повторяю, что я ищу по формам слов, а не по введению превратных в начальных формах, только не допускать при этом еще всяких ошибок в поработке. Вот у меня листа с 6364 по 6600 занимают слова, которые встретились ровно 29 раз, что-то абсолютное число в относительных числах, это 18,1 в хорсении на миллион, и вот одно из этих слов, это вот такое вот слово, слово метан, которое оказалось неожиданно высоко. Я первое, наверное, подозрил, когда я подозрил, что это кусок слова сметан, который, я не знаю, ВС, не из той раскладки латинская, а не кириллическая, и получается, что это слово метан. Потом оказалось, что нет, это все-таки форма родительного падежа слова метан. И вот она в «Бэткорпусе» встретилась 29 раз и имеет довольно большую частоту, 18 в хождении на миллион, да, вообще довольно популярное слово, как кажется. Как вы думаете, в чем, может быть, проблема с этим наблюдением? Взяли подборку химического учебника. Проблема, конечно, состоит в том, какой текст, какие тексты возникли в «Бэткорпусе». А именно в этот «Бэткорпус», да, входит такой текст, давайте я вам его просто прочитаю. «Строение молекулы метана имеет особенно важное значение для всей органической химии, так как оно связано с основными представлениями относительно углеродного атома, о применении новых методов исследований в изучении молекул метана привело в весьма многообещающий результат». И так далее, и так далее, и так далее. Довольно короткий текст, 1920 какого-то года, под названием «Строение молекулы метана». И в нем 29 раз встречается слово «метана». Прекрасно. В одном небольшом тексте и в общей сложности он занимает что-то порядка двух с половиной тысяч слов. То есть порядка двух с половиной тысяч слов из белого корпуса занимает тот текст, в котором встречается 29 раз слово «метана» в родительном поддержке. То есть если я хочу посчитать его, посчитать вхождение на миллион, то у меня получится что-то типа двенадцать тысяч на миллион меньше. Частоту слова «метана» в этом тексте. Зато для этого текста оно почеслось примерно как слово «я» всего русского языка. И это, во-первых говоря, плохо, потому что этот текст у меня довольно радикально искажает. Моя картина и любой другой текст привносит что-то свое, и мы понимаем, что вообще слово «и» и слово «метана» встроено по-разному. Потому что слово «и» у нас распределено по тексту более-менее равномерно. Вот оно есть в текстах про метан, вот оно есть в текстах про математику, вот оно есть в текстах про искусство. Там всюду есть слово «метана». Слово «метана» распределено по технике совершенно неравномерно. То есть если вы попадете в текст про химию, то оно встретится. Если вы попадете в текст про искусство, математику, про многое другое, то оно не встретится, и оно попалось нам в довольно небольшом фрагменте текста. Это, собственно говоря, неприятная проблема, которая связана с тем, что мы берем слово «метана» и, если я говорю, что иностранец должен его учить, потому что я хочу, чтобы иностранец выучил 6-7 тысяч русских словах. Там оказывается слово «метана». Но зачем оно ему нужно? Незачем не понадобится, потому что оно встречается только в текстах про химии. Точно такую же частоту 29 вхождения в абсолютном тексте имеет, ну, например, слово «отправить», слово «целый», слово «спорь», слово «показалось». Вот они тоже встретились по 29 раз, но они-то встретились не в одном тексте, они-то встретились с самых разных местах про корпуса. И вот это, вообще говоря, некоторая важная, интересная проблема, которую хочется решить. Нам хочется решить проблему, которая связана с тем, что вот это голое значение частот просто посчитали и не отражает того, что слова распределены по корпусу неравномерно. И, в принципе, эта неравномерность, на самом деле, приводит к тому, что мы получаем, так сказать, неправильное с точки зрения генеральной свободности частотный список. Что это значит? Это значит, что вот у меня имеется слово «метана» и имеется слово «показалось». Ну, кажется, что слово «показалось» с точки зрения русского языка вообще гораздо важнее. И по моему корпусу я даже мог бы себе представить себе представление. Таким образом. Очень простым способом. Я вижу, что слово «показалось» и распределено равномерно. Вот если у меня имеется, ну, например, я представлю себе, что это мои миллион шестьсот тысяч новоформ, да, слово «показалось» встречается здесь, 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 здесь. Ну, как пишется, вот так, вот, например, ну, номер 29, здесь я чуть-чуть на него. А слово «показалось» встречается вот так вот. В одном тексте, в одном месте этого корпуса. И вот с этим вот надо бороться. И этим занимается такая область корпусной литмистики, которая изучает то, что называется усовершенствами мерами частотности. То есть я вначале вам говорил, чтобы странно, что я пришел вам рассказывать о том, как считать частоты слов в тексте. На то, что вы не умеете считать, я их считаю. Ну, вот, мне кажется, что в этом месте есть некоторая интересная область, про которую, так сказать, стоит поговорить. Вот. Вот.